Новый год Новый год перешел Рождество православное нет Поэтому православное Рождество Ровно через 7 дней После Нового года 14 дней Переход Поэтому такая произошла путаница А католики И протестанты Рождество отмечается на 7 дней Раньше Потому что обрезание С 6 на 7 день происходит И вообще-то на 8 Там разница Отдаленная традиция Так и получается Это только у всех Аркадий, кто снаружи смотрит Внутри у них, наверное, путаницы-то нет Они просто об этом не думают У них просто у православных 7 числа Рождество Потом еще что там у них есть У католиков по 25-го Рождество Правильно, прибавь И ты все и получишь Это как раз 24 на 25 Это с 31 на 1 Это как раз и получается Вот эти вот С 6 на 7 Это 14 дней получается Поэтому это с этим связано На самом деле Так что Ничего тут страшного нет Можем отмечать По всем конфессиям Как нам хочется И сделать кучу праздников Все зависит от нашего Хорошего настроения Ну, будем надеяться Спасибо доктору Аркадию За краткое и исчерпывающее Объяснение Особенно с юридической точки зрения Не зря доктор Аркадий Насколько мне известно Является Другим потомком Чернобыльского адмора Чернобыльского рыба Если я не ошибаюсь Да Хотя он скромно Об этом никогда не упоминает Мне довелось Случайно узнать Да Ну, это же не моя заслуга Так случилось Ну, наследственность Тоже, наверное, иногда звучит Ну, да Потенциал, который Кстати, я об этом узнал Приехав в Израиль Раньше не знал Начинаем, да И запись уже начата Так вот Прежде чем мы начнем Ответ на вопрос Как-то так Очень интересно Пошел у нас разговор Он как раз плавно Перетекает к той теме О которой я хочу Сказать несколько слов Вот Поскольку я считаю Что для наших родителей Особенно для мамочек Эта тема Супер актуальна Я думаю, что минут 10-15 вы мне дадите Прежде чем мы начнем Отвечать на вопросы Поскольку Вот это как раз Ну, по теме Там праздников И вот Нашего к ним отношения Я хочу поговорить Я хочу поговорить Вот о чем Особенно сейчас Это стало актуально Есть Такой термин Психология Который называется Называется он Ящик Скиннера Значит О чем идет речь Речь идет вот о чем Если мы Произведем Такой психологический Эксперимент Мы посадим Ну, допустим Крысу Или грызуна Какого-нибудь В коробку Вот И С рычагом Да И в другом отсеке Миска с едой И В эту миску Еда попадает Тогда Когда Крыс нажимает На этот рычажок Они очень умные животные Они очень быстро понимают Что нажал Получил Нажал Получил И вот В какой-то момент Она нажимает А еды нет И вот Тогда Она начинает Нетерпеливо Лупить По этому рычагу Злиться И ничего Не Не получается То есть Сначала Идет Вот такая Негативная Реакция Потом Идет Разочарование Так вот Дело Все в том Что если Перевести Это на человека То мы Получаем Сейчас Нашу жизнь Вот В ее Темпе В ее Режиме В ее Скажем В ее ситуации Мы получаем Сплошные Вот эти Вот Ящики Целый комплект Ну смотрите Смартфон Наш Да Вот этот Вот ящик Телевизор Ящик Праздник Вот этот Вот ящик Почему Потому что Каждый раз Общаясь С вот этими Предметами Мы для чего С ними Общаемся Чтобы Получить Какое-то Удовольствие Ну смотрите Да Там Удовольствие Поговорить С ребенком Удовольствие Там скажем Да Выйти в скайп Увидеть Там Близкого Человека Удовольствие Посмотреть Какой-то Сериал Который Нравится Удовольствие Заказать Там Еду Любимую И так далее И так далее Но Когда Мы По какой-то Причине Чего-то Не получаем Вот тогда У нас Начинаются Проблемы Вот И получается Ситуация Когда Мы Абсолютно Не Абсолютно Как бы Разучились Ощущать В себе Такое Понятие Как Получать Удовольствие От терпения То есть Мы становимся Нетерпеливы Вспомните Как вы Реагируете На то Что Мы не Получаем Того Чего хотим В данный момент Это начинает Раздражать Это начинает Злить Это начинает Портить Настроение И Вот Все это Сказывается На Всей нашей Жизни Сказывается На Естественно На Окружающих Причем Мало того Что мы Подвергаем Этому Самому Себя Мы Подвергаем Этому Еще наших Близких И что Самое Главное Детей Посмотри Что мы Делаем Да Вот Мы Хотим Занять Ребенка Раз Мы Ему Подсовываем Рычажок На Там Засунься Нажми На Кнопочку Тебе Будет Хорошо И Ты От Меня Как бы Да Отстанешь Зальнешь Сиделом И так Далее Вот То есть Чего мы Решаем Мы Решаем Той Добродетели Которое Называется Терпение И Мало Того Что Мы Лишаем Мы Лишаемся Возможности Мы Разучились Получать От Терпения Удовольствия И Вот Это Проблема Не Только 21 Века Да Но Это Проблема Еще И Воспитание И Взаимоотношения Детей Смотрите Рынок На Сегодняшний День Любые Рекламы Они Нам Что Обещают Они Нам Обещают Удобство Удовольствие Радость От Этого Вот И Так Далее И На самом деле Вспомните Когда Мы Оставались Один На Один С собой И Мало Того Получали От Этого Удовольствие Вот И Сефа Что Она Делает С вами Да Она Наверное Я не знаю Задумывается Она Об этом Или Нет И Теперь Будет Задумываться Она Вас Учит Давая Вам Послушать Медитации Послушать Вот Эти Сказки Она Дает Вам Возможность Вернуться Вот В это В это Состояние Побыть Один Один С собой И Мало Чего Получить От Этого Удовольствие И Вот Когда Вы Причем Я же Читаю Ваши Выражения Ваши Вашу Реакцию На Медитацию Вот И К чему Я вас Призываю К чему Вообще Вот Есть Этот Разговор К тому Чтобы Вы Об этом Подумали И Приучали К этому Своих Детей Чтобы Вы Независимо От Того Есть Медитации Сэппы На Раз В Неделю Чтобы Вы Взяли Себе За Правила Регулярно Каждый День Где-то 10-15 Минут Для Начала Оставаться Самим Собой Наедине И Не Просто Вот В своих Мыслях А Научиться Получать От Этого Удовольствия То Есть Вот Это Не Просто Терпеть Да Терпеть Можно По-разному Вот Вы Ожидаете Чего-то Можно Скажем Терпеливо Ожидать Заниматься Своим Делом И ждать Когда Подойдет Время А Можно Там Ходить Из угла В угол Нервничать Злиться Подгонять Время Которое Тянется Очень Медленно И так Далее И В том И В другом Случае Вы Получаете Диссонанс Для Своей Нервной Системы Почему Потому Что Вы Ожидаете То Что Вам Придет А на Сам Деле Вам Нужно Научиться Получать Удовольствие От Того Что Вы Просто Удовольствие Сами Тебе И Просто Наслаждайтесь Вот Собой Вот Научиться Делать Это Научиться Научить Этому Своих Детей Взять Это За Правило Вот Это Приведет Вас Не Просто К Спокойствию Внутри Но И Вашему Но И Спокойствию Вашим Вот Мир Вашей Семье В Окружающей Среде И Тогда Вы Будете Воспринимать Скажем Любые Стрессы Совершенно По-другому Вы Будете Воспринимать Скажем Человек Который Вас Толкнул Совершенно По-другому Не Злиться На Него Вы Просто Будете На Него Смотреть Не Понимая Вот Как Он Так Может Сделать Поэтому Вот Попробуйте Такой Тренинг Я думаю Что Медитации Сеансы Давида Они Вам Помогут Еще И В этой Сфере Вот Кратенько Спасибо За то Что Вы Меня У меня Было Несколько Вопросов Которые Были Я Получала Там Или Свой Чат Или Настя Нам Присылала Я Буду Уходить С экрана Потому Что Мне Нужно Будет Смотреть В В В Начну С Первого Который Меня Как Бы Очень Сильно Так Скажем Задел Поэтому Тоже Будет Наверное Маленькая Мини Лекция Мамочка Мне Пишет Ребенок Простудился Если Мы Говорим С вами О Простуде У детей То Вы уже Все Опытные Мамы Вы Должны Помнить И Понимать Что Протекать Она Может В разных Вариантах Но Делаем Краткое Сжатое Резюме Это Может Быть Вирусное Поражение Либо Бактериальное Если Мы Говорим С вами О Вирусном Поражении То Мы Не Применяем Никаких Антибиотиков Потому Что Они В Бактериями И Чаще Всего В 90% Случаев Мы Стараемся Обойтись Симптоматическим Лечением В Настоящее Время Существуют Препараты Противовирусные Но Они Настолько Сами По себе Агрессивны По действию К организму Человеческому Обычно Их Назначают Либо При тяжелом Течении Либо При затяжном Течении С ребенком Надо При осложнениях Либо При осложнениях Тяжелое Течение Осложнения Еще Что-то Поэтому С ребенком Обходимся Симптоматическими Методами Что это Такое Снижаем Температуру Да Там Даем Тельцу Любыми Средствами От Препаратов До Физических И физиологических Методов Даем Обильное Питье Я Все время Настаиваю На питье С лимоном Потому что Лимон Несмотря На то Что Вот вам Ну Нам Он Всем Известен Как Что-то Такое Кислое Во рту Он Очень Хорошо Защелачивает Организм А еще Щелочная Среда Она Как раз Помогает Бороться С инфекцией Если Мы Говорим Это Была Вирусная Инфекция Любая Рота Вирусная Там Как ее Назовите Там Где Есть Как бы Агрессивным Агентом Является Вирус Если Ребенок Заболел Разве Как Мы Все Это Различаем Различаем Мы Чаще Всего Это По Клинике Проявления Клинические Они Разные То есть При вирусной Патологии У ребенка Чаще Всего Свечка Высокая Температура Изначально Нет Никакой Синформатики Кроме Температура Это Если Мы Не Говорим Об Исследования Анализах Крови Там И еще Бактериальная Инфекция Большое Количество Бактерий Которыми Она Может Быть Вызвана Они Могут Находиться Где Угодно Это Не Обязательно Инфекция Дыхательных Путей Это Может Быть Поражение Кишечника Почек Любой Систем Органов В зависимости От этого Выбирается Лечение В зависимости От этого Выбирается Направление Чаще Всего Конечно Когда Мы Говорим О Детях Может Надо Отдельно Все Пообсуждать Выбираются Антибиотики Как бы Прицельного Действия То есть Не Широкого Спектра Который Действует Сразу На все Системы И во все Органы Политит А именно Избирательно Для той Системы Которая На сегодня Существует Воспаление Предположим Есть у нас Воспаление Мочеводелительной Системы Существует Ряд Антибиотиков Которые Работают Именно С Почками Мочеточниками Мочевым Пузырем Это Как бы Препаратов Которые Могут Нам Помочь В лечении Бактериальных Инфекций Так называемые Бактериофаги Это Что такое Бактериофаг Это Такой препарат Который Фактически Сам по себе Вирусный Но он Бактериостатический То есть Этот препарат Попадает В организм Человеком И находит Эти бактерии Наши Вредоносные И разрушает Изнутри Эту бактерию Он Совершенно Интактен По отношению К организму Ребенка То есть Мы не боимся Там Никаких Насложнений Бактериофаги Они все Обычно Идут По названию Того Вида Бактерий Против которых Они готовы Бороться Поэтому Когда вы Пытаетесь Сами Полечить Ребенка И Назначаете Ему Какие-то Препараты То Лучше Конечно же Найти Человека Специалиста Который Поможет Вам С вашего Позволения Немножко Добавлю От себя Я пока Следующий вопрос Посмотрю К сожалению У меня Есть что Добавить Немножко Обобщая То Что Сказал Доктор Рима Скажу Наверное Так Доктор Рима Долго Говорил О том Что Какие Виды Бактериальных Положений Имеются И Что При этом Применяется Но Абсолютнейшее Большинство Состояний Связанных С простудами Никакого Отношения К Бактериальному Поражению Не И И И И И И И Употребление Антибиотиков Оно При повышении Температуры При простудных Всяких Проявлениях Оно не только Не полезно Оно Оно Крайне Вредно Оно убивает Микрофлору Мы привыкли Об этом не думать Как о чем-то Само собой Разумеющемся Но Даже Однократный Прием На Несколько 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 Дней Курс Антибиотика Может Может Непоправимо Испортить Здоровье Здоровье Несколько Практически Чудом Не убили Я вас Не пугаю Рассказываю Историю Самого себя История Такая Она будет Краткая Но В общем-то Значимая Потому что Этот вопрос По поводу Антибиотиков Поднимается Достаточно Нередко И Люди Обычно Не задумываются О том Что У приема Антибиотиков Есть Серьезные Последствия Они думают Что Ну Мы Дадим Ребенку Антибиотиков Потом Дадим ему Или параллельно Пробиотики Замечательно И все И ничего Не будет Это самообман Эти пробиотики Они Скажем так Не работают Так как Это Хотелось бы Это Известный Врачам Самим Факт Они Не действуют Еще потому Что Просто Разлагаются По пути К местному Назначению В последнее Время Появились Пробиотики Которые Имеют Защитную Оболочку Это Например Субхерб Фирма Био 25 Или Био Называются Эти Препараты Которые Имеют Защитную Оболочку Которые Не Распадаются Сразу же А Доставляют Распадаются Как Потом Уже Доставляя Скажем Кишечник Но Это Тоже Мы Это На себе Проверили Особого Особо Полезного Действия Для нас Конкретно Мы не Заметили Ну Что Я Хотел Сказать Антибиотики Могут Убить Самый Буквенный Смысл Я К счастью Живой Пример Именно Этого Кратко Расскажу Историю Когда Как мне Рассказывали Мои родители До возраста Двух лет Я Практически Болел Очень мало Или не болел Вообще Простудными Заболеваниями Когда Мне было Два года Я поехал С родителями На какой-то Курорт Как я называл Тогда В Зырижское море Ну Куда-то В Прибалтику Кажется Дело было Осенью При этом Это было После Очень серьезного Потрясения Во всех Смыслах Этого слова Которое Мы все Пережили Это Было Землетрясение Которое Практически Полностью Уничтожило Сравнялось Землей Город Ташкент В котором Мы жили Мне было Тогда Два года 66 И после Этого Потрясения Поехали Дыхать На курорт Там Я простыл Ну Обычно Ситуация Смена климата Плюс Еще Вот это Нервное Потрясение Которое На всех Было Называется Чудом Остались Живы Говоря Прямо Во время Этого Землетрясения Потом Всем Советским Союзом Его Отстраивали Заново Если Те Можете Поинтересоваться Узнать Подробности Этого Вот Я Я простыл Мне Как тогда Было Принято Дали Антибиотики Тогда Тогда Были Антибиотики Типа Тетрациклин Самый популярный На П Называется Эй Ницелин И Ницелин Вредоносность Ничуть Не Уменьшается Тоже Понимали Поэтому Я Про это Рассказал Дали Мне Ударную Дозу Антибиотиков Был Тогда Было Принято Лечить Именно Так Любое Повышение Температуры Это Был Вопрос О том Что Ребенок Простыл Какие Антибиотики Ему Дать Никакие Никакие Говоря По-простому Только В случае Обнаружения Действительно Бактериального Поражения Которое Например Может Проявляться В виде Зеленых Соплей К примеру Но Это Опять-таки Не Нужно Проверять Только В этом Случа Антибиотики Если Другие Меры Не Помогли Только В этом Случа У меня Это Привело К тому Что Я Практически Оказался В состоянии Близко К смерти Потому Что Антибиотики Вот Дали Мне Иммунитет Упал Приехал Ташкент Снова Простуда Снова Антибиотики И Понеслось В результате Была Практически Убитая Микрофлора И Организм Просто был Не в состоянии Переваривать Пищу То Что Та пища И жидкости Любые Которые Вот я Как бы Принимал Оно Вылетало Почти сразу же Либо сверху Либо снизу Не переваривалось Вообще Водрасте Где-то Если я не ошибаюсь Не то Шести Не то Восьми Лет Я весил Ну сейчас Я около Ста килограмм Вешу Достаточно Ширококостные И Кости Достаточно Плотные В общем У меня Сложение Достаточно Такое Несубтильное Значит Я вешу Порядка Ста килограмм Ну меньше Немножко Между Девяносто И ста Скажем так Условно Я тогда Весил Был Не то Шесть Не то Восемь лет Я видел Восемнадцать Килограммов Восемь Наверное То есть Это была Кожа До кости Лицо Ребра Читались С невооруженным Взглядом Без Втягивания Живота Когда Втягивался Живот Он Называется Слегка Прилипал К позвоночнику На фотографиях В тех лет Я выглядел Как То что Из концлагеря Это Кости Обтянутой Кожей Ну Можем себе Представить Семнадцать Килограмм В возрасте Восьми лет При моей Вообще Комплекции Я чудом Был спасен Одной Женщиной Которая Была Тогда Заведующим Отделением В Ташкентском Институте Педиатрии И она Лечила Травами И Собственно С того Момента В моей Жизни Постоянно Есть Я пью Травиный Чил Кстати Даже Вот сейчас Слушайте Я знаете Давайте Что предлагаю Учитывая Такое Эмоциональное Выступление Давида Кратко Говорю Оно Не эмоциональное Оно Информативное Потому что Лучше Одни раз Предостеречь Чем сто раз Потом Покусать тебе Локти Ну вот Кратко Антибиотики Здесь Здесь Масса Нюансов Один из Нюансов Заключается В том Как Определить Заболевание Это Или Это Уже Осложнение Я думаю Что Я так понимаю Что доктор Римма Хочет сказать Она хочет Сказать Что этому Надо посвятить Отдельный Разговор Да Давай сделаем Отдельно Потому что Все таки Надо тогда Разложить Я на себя возьму Все таки Как Леницист Возьму Именно Разговоры Но Опять же Я хочу Сказать Что Это Родителям Самостоятельно Определить Это Крайне Сложно Для этого Надо Сделать Отдельно Поэтому Здесь Надо Консультироваться Доктор Он может Даже Чисто По симптоматически Заподозрить Что Заболевание Скажем Да Сложнилось И присоединилась Инфекция Которая Требует Назначения Антибиотики Аркадий Немножко Добавлю Ориентироваться Только на то Что какой-нибудь Доктор скажет В нашей реальности Тоже не надо Потому что Доктор Может Сказать Даже Не думая То Хорошо Дадим Антибиотики Для этого Мы Приведем Поэтому Нужно И Собственную Голову В этом Для этого Мы Вложим В голову Родителей Ту информацию Которую Они должны Знать И Пользовать Так Ладно Поехали Есть Следующий Вопрос Значит Кто-то Из мамочек Написал Что Доктор Обнаружила Желтый Налет На зубах У ребенка И Заподозрила Заболевания Желудочно-кишечного Тракта Какие Обследования Нужно Пройти Я Когда Получила Этот вопрос Я В принципе Сразу Говорю О том Что Это Фактически Не вопрос Это Получение Некой Консультации Проконсультировать Именно Этого Ребенка Никто Из нас Не Сможет Надо Его Видеть Надо Посмотреть Весь Анамнез Надо Посмотреть Всю Историю Занудно Выяснить Что И как Но В общих Фразах И словах Желтый Налет На зубах Он Как бы Не является Клиническим Признаком Если Есть Изменения Слизистых Или Есть Какого-то Цвета Налет На языке Тогда Надо Говорить О том Что Есть Смысл Обследовать Желудочно-кишечный Тракт Обследовать Желудочно-кишечный Тракт У ребенка Немного У нас Способов Если Это Небольшой Ребенок То Мы Сдаем Анализ Кала Его Все Знаете На Экопрограмму Сдаем Анализ Кала На Дисбактериоз Понятно Что Мы Сдаем Анализ Кала На Гельминты Смотрим Ферменты Наличие Ферментов В Суле И Делаем УЗИ Органов Желудочно-кишечного Тракта Когда-то Там Делали Всякие Разные Обследования На содержание Схоляной Кислоты В желудочном Соке Сейчас Уже Этого Делать Не надо Есть Более Простые Методы Но Для начала Нужно Определиться Не кидаться Как бы Сразу Обследоваться Определиться С диагнозом Потому что Желтый налет На зубах Это может быть Стоматологической Проблемой Может быть Это вообще Камни То есть Надо Вначале Выяснить Что это Такое Еще Был вопрос О том Что у ребенка На коленках И на локтях Появилась Такая Немножко Огрубевшая Кожа Сухая Огрубевшая Кожа Что это Может быть Куча вопросов У меня Тоже В том числе Что за Ребенок Возраст Мальчик Девочка Когда появилась Как проявляется Но В принципе То что Ложится Там первым То есть Надо Посмотреть Проблемы Если какая-то Аллергия Если какие-то Аллергические Проявления Выяснить Что это И как Тут вот Мама спрашивает Какие предположения Кишечник Желудок Иммунитет Ну Скорее всего Я бы Предположила И предложила бы Обследовать Щитовидную Железу Нежели чем Иммунитет Или там Кишечник Но Начать надо Скорее всего С Аллергической Составляющей Такие Проявления Могут Что-то Еще Сейчас я Читаю Дальше Так Ну Это Вот Смотрите Вот такие Вопросы Я Просто Зачитаю Но Вы должны Понять Что Невозможно Ответ Появилось Образование Очень похоже На Моллюск Ну Не Видя Ничего Не скажу Что это Такое А вот Вопрос Может ли Повлиять Повлиять К Антагиозной Моллюск Если Ребенок Переболел В шестимесячном Возрасте На дальнейшее Развитие Если Это Было Как бы Просто Там Незначительно Кожные Проявления То Чаще Всего Нет Он Не Влияет Никаким Образом На Ни на Иммунную Систему Ни на Дальнейшее Развитие То есть Там Если Не Было Выраженной Так Скажем Там Гиперологической Реакцией Какого-то Заболевания Еще Есть Вопрос Постоянное Чувство Эта Памочка Видимо Про себя Пишет Чувство Обессиленности Упадка Сил Тянет Косну И даже После Сна Состояние Как будто Не отдыхал Каковы Могут Быть Причины Рассмотреть Надо Два Варианта Скорее Всего Это Может Быть Либо Так Называемый Синдром Хронической Усталости Это Уже Давно Выведенное В ранг Заболевания Состояние Ну Либо Скорее Все Либо 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 Депрессией Находитесь Надо Выяснять Что Это Такое При Современных Условиях Такая Симптоматика Может Явиться Следствием Перенесенной Коронавирусной Любой Любой Инфекции Это Да Это Перенесенная Инфекция Вот Я Блюдаю Очень Час Практически Всегда Сильная Мышечная Утомляемость И она Длится Очень Долго Где-то 6-8 Месяцев Очень Медленно Восстанавливается Даже Если Легкая Форма Как бы Человек Даже Не знал Что он Перенес Коронавирусную Инфекцию Вот Эта Мышечная Утомляемость Она Вдруг Как бы Неоткуда Она Берется И очень Долго Длится Это В медицине Это называется Остенический Синдром Восстановление После Тяжелой Гриппозной Инфекции Бывает Если Человек знает Что он Как бы Перенес Переболел Да А если Нет То Третий вариант Костыния Немножко Немножко От себя Добавлю И наверное От ЕСЭФ Не надо Все сводить К страшному Китайскому Смертоносному Вирусу Действительно Все не так Страшно Как это Это во-первых Во-вторых Состояние Постоянной Усталости Может быть Связано Просто Как Как ЕСЭФ Все время Говорит С недостатком Каких-то Витаминов Которые Называются Стоит Только Принятие И Эта Ситуация Справится Известно Например Следующее Что После Родовая Депрессия Которая Тоже Проявляется Таким Образом Она Лечится Вот Как Врачи Назначают Это Просто Простым Очень Способом Магний С витамина В6 То есть Просто Магний С витамина В6 Вот Это Как бы Психическое Состояние Там Астеническое Как-то Во многих Случаах Достаточно Эффективно Убирает То есть Не надо Все сводить К каким-то Страшным Причинам И Делать Из этого Большие Испуганные Глаза Когда Человек Вообще Что-то Делает Естественно Что он Устает Если Кроме Того Люди Привыкли Не замечать Тех Ну Мешающих Скажем Так Отдуху Факторов Которые И Приводят К состоянию К примеру Ребенок Который По ночам Кричит Или Мама Например Постоянно Считает Правильно Скакивает Смотреть Естественно Что Утром Хочувствовать На это Тоже Как-то Достаточно Немало На эту тему Тоже Говорил С разными Людьми На протяжении Многих Лет Мы Привыкли Не замечать Те Факторы Которые Мы уже Привыкли Придавать Им Какое-то Значение Даже В тех Случаах Когда Они Ну Буквально В смысле Для нас Вредоносны Мы Воспринимаем Как Нечто Само Собо Разумеющийся Неотъемлемый Элемент Это все Для нас Не проходит Бесследно То есть Иногда Просто Необходимо Выспаться Иногда Нужно Там Дать организму Отдых Другим Способом Снять Напряжение Напряжение Которое Постоянно Присутствует Ослабляет Человека Скажем Это так Иногда Нужно Попринимать Как Есть Нехватка Ситуативная Особенно Там В зимние Периоды Между Сезонами Межсезонья Нехватка Просто Физически Каких-то Витаминов Там В северных Странах Это Витамин Д Тоже Еще Где Мало Солнца Витамин С При Том Что Нынешняя Пища На большинстве Рафинирован И Не Приносит Нашим Организмом Тех Витаминов Которые Обычно Раньше Приносила Пища Решение Иногда Может Оказаться Достаточно Простым Но При этом Тоже Надо Учесть Что Кидание Из Крайности В Крайность Тоже Никакой Пользы Не Приносит Скажем Витамины Могут При Когда Они Не Нужны Нему Приносит Не Только Пользу Но И Вред Например Витамин Д Просто Отравляет Печень На Собственной Шкуре Это Прекрасно Знаем Есть Кроме Того Прошу Обратить Внимание На То Что Называется Природой Уже Предуготовлены Различные Способы Помочь Человеку Адаптироваться К Разным Состоянием Нагрузки Называются Эти Растения Адаптогены Их Достаточно Немало Тем Кто живет В России Наиболее Интересны Могут Быть Те Адаптогенные Растения Которые Живут Растут На Алтае Их Достаточно Много Я Например Покупаю Через Могу Буквально Показать Под рукой Просто Казался Вот Например Вот такой Вот Сбор Трава Которая Называется Шикша Они Она Противосудожная Противоэпилептическая Есть люди Которым Это Думаю Может быть Здесь Даже Присутствует Которым Питье Такой Травы Помогло В решении Некоторых Вопросов С здоровьем С приступами Разными Разными Есть Много Разных Растений Они Их Особенность То Что Они Вероятность Того Что Они Навредят Даже При Большом Превышении Вроде бы Дозы Достаточно Низкой Это Золотой Корень Родиола Розовая Это Всем Известный Женьшень Сибирский Он же Элеутерокок Который Раньше В советское Время Продавался Везде В всех Аптеках Это Много Подобных Растений К ним Относится Еще и Женьшень Женьшень Я Более Осторожно Могу Прекомендовать Или не Рекомендовать Вообще Потому что Он Оказывается Достаточно Сильное Возбуждающее Действие И После Него Как бы Такой Идет Спад После Леутерокока Или Женьшень Корейского Который Наоборот Оказывает Седативное Успокаивающее Действие Такого Эффекта Не возникает Опять-таки Все абсолютно Индивидуально Я просто Предлагаю Обратить На это Внимание Я Сам На этом Практически Держусь Использую Еще для себя Мумиё Уже На протяжении Достаточно Многих Лет Связано Еще с тем Что я Родился Вырос В тех Краях Где Это Общепотребительные Средства Средняя Азия Опять-таки Везде Нужно Соблюдать Определенную Меру Но Предлагаю Обратить Внимание На Уже Созданные Природой Адаптогенные Растения И препараты Типа 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 Мумиё Многих Состояния Типа Гораздо Гораздо Больше Больше Например Было У людей В прошлом Веке В прошлом Веке И в предыдущих Жизнь Была Более Размеренная Менее Насыщенная Стрессами Информационными Потоками Которые Буквально Раздирают Человека На части Прямым Текстом Называю Потому что Человек Иногда Начинает Терять Ориентацию В пространстве От этих Всех Потоков Через Телевидение Идет поток Всякого Негатива Эмоционального Раньше Такого Не было Закончил Кратко Говоря Травы Обратите Внимание Посмотрите В интернете Адаптогенные Растения С одной С другой Усталость Идите К врачу Сделайте Анализ Крови Сделайте Анализ Крови На Функцию Печени Почек И так далее То есть Нужно Сделать Обследование И посмотреть В чем Именно Причина Если Есть Нехват Какого-то Витамина Можно Подумать Каким Образом Его Доставлять В организм Это Могут Быть Обычные Синтетические Витамины Или Натуральные Либо Это С пищей Отнестись Не хвататься За первые Попавшиеся Это Не всегда Приносит Пользу То есть Надо Сделать Обследование Посмотреть Какое Состояние В организме И Учесть При этом Рекомендации Врачей Можно Учесть Что Врачи Это Люди Они Достаточно Загруженные У них Десятки Пациентов В день И 100% Полагаться На то Что Усталый Врач Может Сказать Можно Но При этом Всегда Нужно Смотреть Когда Назначаются Препараты Тоже Посмотреть Какие Побочные Действия У этого Что Врач Лично Не отвечает За Результат Отвечаете Вы Родители Родители Смотрите Еще Когда Выписан Какой Препарат То Смотрите Сразу Какие Побочные Действия У него Не думайте Что Это Вас Может Не Коснуться Многие Я Прошу Прощения Займу Еще Немножко Время Обычно Я Молчу Но Сегодня Я Кое Что Еще Скажу Доктор Аркадий Совершенно Справедливо Заметил Что В случае Если Есть поражение Коронавирусом То Мышечная Слабость Может Продолжаться Достаточно Длительное Время Совершенно Согласен С этим Знаю Это На своей Шкуре В буквальном смысле Что Где-то В начале Сентября Мне Пришлось Переболеть Коронавирусом У Меня Это Прошло Достаточно Тяжело То есть Я Буквально За 2-3 Недели Скажем Так Потерял Вес Порядка 10 Килограмм Было Достаточно Тяжело За счет Почему За счет Чего Поэтому Вот это Хочу Сказать Поводу Побочных Действий Препаратов Где-то С год Назад Я Был Вынужден Начать Прием Одного Препарата Который Для снижения Уровня Сахара Ну Не выдержал Нагрузки Говоря Прямо Не Не 15-20 Лет Как бы Организм Уже Не Выдерживает Такой Нагрузки Как Раньше И Этот препарат Он Его Основное Действие Он Уменьшает Всасываемость Из кишечника Всасываемость Сахара Ну Соответственно И Всего Остального Кратко Говоря Этот Препарат Самый Безопасный Из всех Подобного Рода Он Практически Приводит К анемии В некоторых Случаах В моем Был именно Так То есть Резко Снизилось Было Снижено Количество Железа В крови И Когда Я Заболел Коронавирусом Это Еще Больше Снизилось У меня Была Достаточно Низкая Ситуация Вот Низкий Поклон Юсефе Который Меня Практически Вытаскивало И Вытащило Из этого Если Были Не Она Со Мной Было Было Гораздо Хуже Это Очень Мягко Сказал Ей Спасибо Огромное И Каждый День Об Этому Говорю Только Благодаря Ей Я Практически Как Минимум Не Попал В больницу Сатурация Была Достаточно Низкая Сатурация Это Количество Кислорода В крови Вот Сейчас Говорят Что Ниже 90 Сатурация Между 93 Это Тяжелые Больные Но Опять Так Это Обман Конечно У Женщин Во Время Месячных Уровень Сатурации Потери Крови Там Значительно Ниже Там Чуть Не До 60 Иногда И Это Нормально Так У Меня Была Сатурация Достаточно Низкая Я Это Приносил Тяжело И Вот Только Благодаря Ей Сэфи Из Этого Вышел И Плюс В Какой То Момент Я Стал Использовать Генератор Кислорода Который Каким Чудом Был Заранее Уже У Меня Куплен Опять Аркадий Который Предложил Мне Когда Мы Обдумывали Что Можно В Центр Привнести Хорошего Лечебного Целебного Он Предложил Сделать Кислородные Коктейли Я Тогда Там Долго Искал По Разным Местам По Разным Странам Где Можно Купить Такой Кислородный Генератор Который Кстати Говорит Стоит Во Всех Палатах В Больницах Вот Кислород Через Купить Это Израиль Израильского Производства Купил Это Был Не Настольный Маленький Аппаратик Для Генерации Кислорода Для Кислородных Коктейлей Это Был Большой Достаточный Ящик За 4500 Шекелей Если Я не Ошибаюсь То есть Тот Аппарат Который Используется В Больницах Для Питания Кислородом Людей И Вот Это Конкретно Меня Тоже В немалой Степени Весьма Поддержало И К чему Я об этом Еще говорю Вот Это Все Возникло У меня Исключительно Из-за Того Что У меня Было Ну Аниме Если Бы Этого Не Было То Все Было Совсем По Другому Может Быть Переболел Не Заметив Этого В Этого Усталость Проверьтесь Не Надо Вы Можете Дать Себе Какой-то Там Стимулятор Тоже Тот же Адаптоген Но Это Не Совсем Решит Или Не Решит Эту Проблема Если Проблема В Том Что В Крови Недостаток Железа Соответственно Низкий Уровень Сатурации Это Поможет Но Добавка Например Вот С помощью Вот СФ Я Вот Принимал Короткий Период Жидкое Железо С Витаминами Которые Помогают Этому С Это Б И С Без Этого Эти Адаптогены Тоже Никак Не Помогли Поэтому Пожалуйста Не Занимаемся Самодеятельностью И Нанесением Себе Детям Вреда Потому Что Кто-то Что-то Сказал Или Где-то Что-то Сильно Написано Что Это Помогает От Усталости Очень Похожие Даже Могут Симптомы Не Надо Пожалуйста Делайте Все Необходимые Врачебные Обследования Причем Не Какие-то Левые То Что Называется Определение Там По Ауре Или Еще Почему Нибудь Вот По Крайней Мере Начните Сделайте Базисные Проверенные Это Классические Методы Исследования И Учитывая Это Только Дальше Что-то Делайте Ни в коем Случа Не делайте Что-то Потому Что Кто-то Что-то Сказал Это Может Быть Просто Опасно Для Вас Конкретно Или Закончил Спасибо Да Вот Лекция Доктора Аркадия Про Иммунитет К сожалению Не Закончилась Тогда А ведь Это Как раз Все Связано Насколько Состав Нашей крови Он Отражает Состояние Нашего Организма И В том Числе И Состояние Иммунитета Так Так Что Возможно Все Так Стоит Эту Лекцию Как-то Закончить Ну Что У нас Следующий Вопрос Рима Я тут Видела Вопрос Про Тики У ребенка Без Особенности Про Тики Я не Видела Сейчас Подождите Нет Я вижу Только Про Серу В ушах Больше Ничего Не вижу Это Выше Есть Ага Тики Ребенка Без Особенности Тогда Давайте Снизу Про Серу В ушах Значит Трудно Тоже Мне Что-то Такое Говорить Но Нужно Обследовать Ребенка Первое Надо Посмотреть Нет Ли у вас Генерализованной Аллергии Какой-то Очень Сильно Выраженной Это Первый Признак Того Что Может Быть Большое Количество Не Это Не Сера Это Секрет Это Жидкость В ушах Видишь Ему Ставили Шунты В ушки То Что На Накапливается Значит Надо Ити К Лору Хирургу Который Должен Посмотреть Какие Есть Незаращенные Проходы Между Пазухами Больше Жидкости Взяться Неоткуда Если Это Сферозная Жидкость То Доктор Лор Должен Это Посмотреть И Знать Откуда Туда Натекает Если Это Не Стера Если Это Ну Написано Секрет Видишь Ну Давайте Как бы Тогда Тоже Пришлите Что Это За Секрет Есть Анализ Этого Секрета У вас Есть Как бы Исследование Его Что Что В нем Содержится Из Носа При простуде Ну Так О чем Мы При Скажем Физиологическом Развитии Там Пазух И систем Они не должны Между собой Сообщаться Поэтому Нужно Посмотреть Где Есть Проход Посмотреть Почему Есть Большое Количество Секретов В пазухах Скорее Всего Там Есть Или Полип Или Что То Так Конечно Говорить Невозможно Уделение Секрета Износа При простуде Назовется Нанс Нет Нет Она Имеет Ввиду Что При простуде Секрет Затекает Из носа В уши В наружный Слуховой Проход То есть Средний Наружный Надо смотреть Откуда Есть Там Где Есть Дорожка Откуда Он течет Так он Физиологично Он не должен Протекать Поэтому К лору К хорошему Лору Сделать Все снимки Сделать 3D Снимок Пазух И посмотреть Где Есть Этот Проход И с этим Дальше Бороться Хотя Может быть Завращение Да Какое-то Незавращение Есть Надо понимать Как с этим Бороться Но в принципе Если там Симптоматически С этим Бороться То понятно Что сосуды Суживающие И тогда Этот секрет Не будет Выделяться Но это Не моя Рекомендация Моя рекомендация Пойти Посмотреть Где Есть Незавращение Да И сделать Это Необходимо Потому что Снижение Слуха Влияет На развитие Ребенка Это Первое Второе Значит Если оно Течет У нас Среднее Ухо Мы можем Предположить Что есть Проходы Фронтальные Пазухи Пазух В костях Лицевого Черепа Много Если там Везде Будут Скапливаться Эксудат Это Нехорошо Надо Идти Смотреть Можно Еще вопрос К носу Относящийся Скажите Пожалуйста Всегда Ли Обязательно Хирургическое Вмешательство При наличии Полипов В носовых Ходах Или Может быть Как-то Можно их Рассосать Или С ними Жить Спокойно Всегда Все-таки Удаление Смотрим Удаление Это Легко Я сейчас Объясню Чтобы вам Было Понятно Возьмите Кусочек Ватки И засуньте Кусочек Ватки В каждую Ноздрю И походите Вот Это Вы Смоделируете Ситуацию Что ощущает Ваш Ребенок Как вы Сея При этом Будете Чувствовать Это Я про себя Я так себя и чувствую Что у меня Постоянно Ватка В одной Ноздре Настя Посмотри Да Надо 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 Убирать Потому что Во-первых Надо понимать Место Где он Расположен На размер На какой Там Стенок Он висит Или он Стоит Или он Лежит Это Лимфоидная Ткань Которую Надо Убирать Она Мешает Она Не Приносит Никакой Пользы Потому что Она Должна Была Работать Как защитная Часть Но Плюс Она давит На нервное Окончание И ты можешь Потерять Там Ощущение Осязания То есть Ну как бы Вот Это уже Все есть Уже даже Ухо заложено От этого Ну что Тогда Разговаривать Надо Идти Удалять Способ Можно Выбрать Любое Да Конечно Надо Идти Идти Удалять Экции Бомбу Такую Носить Носок Удаляется Пришел Удалил Ушел Как Стоматолог Ушел Сегодня Это Делается Или Недавно Были Какие-то Потуги Изобрести Эти препараты Там По типу Лимфами Азота Но Все-таки Во взрослом Состоянии Лимфоидную Ткань Не убирает Надо Удалить Так Нервные Тики У ребенка Без особенностей Четырех Лет Нервные Тики У ребенка Без особенностей Не бывает То есть Надо смотреть Что там Происходит То есть Уже Я понимаю Что вы Имеете ввиду Особенность развития Скорее всего Да Наши Какие-то Уже Наши Истории Но Надо искать На каком уровне Есть Нервные Во-первых Что за Тики Надо понять То есть Или у него Есть какие-то Подергивания Условно Верхнего века Или у него Есть какие-то Постоянные Движения Которые Мы Можем Назвать Так же Тиками Или есть Какие-то Следующие Вещи И в принципе Надо искать Откуда они Возникают То есть Тоже Причин Может быть Много Но Говорить Что он Там Без особенностей В каком состоянии Состоянии Эмоционального Подъема Или эмоционального Спада Перед засыпанием Или там При нагрузке При какой-то Пишите Давайте Обсудим Посмотрим И договоримся Куда вам Нужно будет Пойти Чтобы Дальше Если что-то Будет не хватать Напишите Расскажите Про ребеночка Сколько ему лет С какого возраста Это появилось Что вы с этим Делаете Как он Как заканчивается Само проявление Вот этого навязчивого Может быть Это не тик Может быть Это есть такая история Которая называется Еще навязчивость Она тоже Такой термин Употребимый В неврологии Особенно в детской Чаще всего Например Когда там Чтобы было понятно Что Чем это отличается От Излишнего Нервного Перевозбуждения Это например Когда Ребенок Выбрал Какое-то там Проявление Которое ему Понравилось Или он Кого-то там Скопировал Например Он покашливает Как дедушка И он может будет ходить И покашливать Так же Как дедушка Все время Это навязчивость Это тоже Неврологическое проявление Но это не Не тик Поэтому напишите Поподробнее Расскажите Что там с вами Происходит Подумай Так Вроде бы Все Ничего не пропустили Я Всяком случае Ничего не вижу Больше Да Больше Нет Ничего Еще кто-то Что-то Еще хочет Сходу Спросить Чего вы все Такие молчаливые Про Отит Забыли Про Что Забыли Был вопрос Про отит И про Антибиотик Но При отит Наверное Будет Неизбежный Антибиотик Послушайте Давайте Да Давайте Мы договоримся Так Доктор Аркадий Подготовит нам Хорошую лекцию По этому поводу Потому что Конечно Вот Резюме Сегодняшнего Разговора Про антибиотики Никакого Самостоятельного Назначения Категорически Невозможно Нельзя При состоянии При болезни Ребенка С которой Иммунитет Может справиться Самостоятельно Мы не лезем Туда Ни с антибиотиками Ни с противовирусными Препаратами Ни сами Не лезем Ни как бы Там на поводу Предположим У Докторов Не идем В случаях Когда есть Инфекция Доказанная Подтвержденная Анализом Крови Мы можем С вами Сделать Следующий Анализ На чувствительность К антибиотикам Мы выбираем Антибиотик И мы его Назначаем Есть состояние При которых Мы не обойдемся Без антибактериальной Терапии Атит Инфекция Мочеводелительных Путей У маленьких Детей Мы не можем Их оставить Мы не можем Потерять почку Только потому Что мы вдруг Придумали Что мы не хотим Использовать Антибиотики То к этому Нужно подойти Правильно Со всех сторон Вот давайте В следующий раз Мы все это послушаем Поймем Какие там условно Есть группы Антибиотиков Можно ли их Менять Перепрыгивать Почему иногда Их меняют В каких-то состояниях И после этого Уже будем Тогда все вопросы Готовить По антибактериальной Терапии Малыш Тернись Каждое утро Часов 6-7 Начинает чихать Долго Раз 10 При этом Не болит Сколько малышу Который Начинает чихать Это разные дети Это разные дети Я так понимаю А 5 с половиной 5 с половиной Который чихает Ранним утром Да Ничего пройдет Переверните подушку В другую сторону Да не Ну 6-7 часов У него вагус работает Надо просто Переждать эту историю Пусть чихает Не переживайте Другая нервная система На него выходит Он просыпается Подушку Можно все равно Поменять Потому что Если подушка Скажем Уже попользованная То там может Всякая плесень развестись Это мы такое тоже Видали Может быть Единственное Как бы Плюс С точки зрения Того Что этого нет Это не было бы В одно и то же время И каждое утро Да То есть у него Эти проявления Могли быть и среди ночи И среди вечера И даже днем В течение дня Аллергические проявления Тут скорее всего Больше всего Похоже на Как бы То что вагус Отключается Подключается кора И вот немножко Он такой Поэтому надо Что-то поменять В стереотипе Выбить Вот это вот Как это называется Стереотипность Воздействия Да Неродные тики На всю жизнь Или после Нет Ну безусловно С ними нужно справляться Если это действительно тик Надо его лечить И Они уходят Конечно Они уходят Здесь очень хорошо Точечный массаж Работает Любые методики Но это все уходит Да Скрепение зубов Так Клацание Искрежет зубами Гипоксия кисту Вечно Какое-то нервное Прежде всего Надо начинать С проверки Моглисты Это во-первых Во-вторых Там может быть Уже 4 года Ребенку Там может быть Мышца может Спазмироваться Жевательная мышца Может спазмироваться Потом стоматолог Ага Потом невролог Гипоксия Ну гипоксию В 4 года Кто это нам написал Такое Настя Найди пожалуйста Этого человека Ладно Пусть он про это самое Пусть она пишет Я написала Это свет Напишите Давайте мы с вами Отдельно поговорим Потому что Смотрите У вас есть гипоксия В каком возрасте Нашли эту гипоксию После родов После родов Была гипоксия Мы делали Мы делали Кесарева А потом Был у него Высокий Билирубин И когда был Билирубин Светили через Темечко И сказали Что там Манюсенькая Гипоксийка Ну это Найросфонография Так называемая Отлично Но к 4 годам Она должна была Окупироваться полностью Поэтому Наличие там Какой-то кисты В каком-то отделе Головного мозга Чаще всего Это просто Находка На Преисследование Она не влияет Никаким образом На развитие Структур Если она Не растет Предположим Не заполнена Какой-то там Жидкостью Тоже надо Это с вами Обсудить Скорее всего Что Да Скорее всего Что надо Действительно Начать обследование С гельминтов Давайте начнем С гельминтов Нету ничего Сдавали кровь На анализ Сдавали Что говорит стоматолог Ходили к стоматологу У него нет Такого ощущения У ребенка Что у него все время У вас нет Такого ощущения Что он все время Так вот Сжатой челюстью спит Да Ну Сжатой челюстью нет Но тянет иногда рот Вот так вот Он Как бы Ну значит 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 у него Есть перенапряжение Как бы так называемые Там это Выживательные мышцы Надо Это тоже надо Идти к ортодонту К стоматологу Они с этим работают Не стоматологи А специалисты Ортодонты Скажите Девочке 8 лет Каждое утро Заложен нос Только летом Все хорошо Что делать Да Это аллергия Холодовая Скорее всего Согрейте ноги Ребенка Можете капать Надо смотреть Аденоиды тоже Аденоиды тоже Надо смотреть Не ну смотри Летом все Да Летом все хорошо Только Только утром Заложен Снижается Может быть Да Ну да Лор пусть посмотрит Если аденоидов нет Если там ничего не наращивалось То скорее всего Второй вариант Это холодовая аллергия Нужно чтобы ребеночек спал Чтобы ножки были теплые Она под утро И становится прохладной Понятие какая-то Ну все Исчерпались Там уже Не надо Из себя Выжимать Ничего Ну да Готовьтесь К антибиотикам Будут вам Антибиотики Ну я имею в виду Пусть готовятся Вопросы пишут Да Антибиотики Я не буду писать После того Как я Поговорю Потому что Кстати Вот Давид Про свой опыт Советский Рассказал А я вот расскажу Заодно Про свой опыт Со старшим ребенком Значит И опыт Был довольно интересный Значит В Израиле Врачи есть Выходцы Откуда угодно И вот В какой-то момент Он тоже так жестоко Проспустился И пришла я К врачу Который Выходец Из Америки И вот Что интересно Значит Я на тот момент Была еще неопытная мамаша Ничего в общем-то Не знала И Короче Он мне что-то там Говорит Что-то назначает И я его спрашиваю Говорю Антибиотик ему нужен? Он ему говорит Ну хочешь Я пропишу антибиотик Я тогда Впала в полный ступор Говорю Как это? Что значит хочешь? Говорю Ему нужен антибиотик Или не нужен? А он опять Ну хочешь Я тебе пропишу В общем Короче Так мы с ним и не договорились В итоге Я нашла другого Врача Но вот Кстати К вопросу о том Как врачи Так сказать И относятся То есть Нужно смотреть И понимать Почему врач Вам сказал То или иное То есть С этим конкретным врачом Он просто использовал Американский подход То есть Там Если Скажем Человек будет настаивать То он получит Даже если и не нужно То есть Не нужно антибиотик Он считает Что не нужно Но если Мамаша будет настаивать То он естественно Выпишет И в таком случае Получить конкретный ответ Реально Нужен был этот антибиотик Или он прописан Просто потому Что мама Спросила В общем Короче Нужно очень аккуратно Вот если доктор Аркадий Такого тоже коснется Я думаю Будет интересно Или потому что Например У нас была тоже Так скажем Практика Это Еще в советские времена Ну проще Быстрее Ты не затянешь Этот процесс лечения Это же Мама вышла на больничный Ну киньте сразу Кучу антибиотиков Ребенок маленький Он еще их всех переварит И будет проще Ну это еще раз говорю Что это Понятно что Неправильный подход Надо очень Правильно И ответственно К этому относиться Равно как и нельзя Назначать противовик Тожественные препараты Как сейчас очень многие делают Ребенок чуть-чуть простыл Ему там сразу Какой-нибудь там Антигриппин Фу антигриппин Этот Герпиракс Заталкивает Но Само действие Этого герпиракса Гораздо На организм И на печень Гораздо хуже Чем проявление Вирусной инфекции Которой В общем-то Все равно Можно переболеть Никуда Наконец Например Да Я говорю Родители Вникаете Пожалуйста В то Почему Вам дали То или иное Назначение Почему Зачем И что Вы хотите От этого Получить У нас Свободно Например Нельзя взять Ребенку Или даже Взрослому Антибиотик Ребенку Если ты Едешь к педиатру И температура Дают Три дня Нужно Подождать И потом Уже Делают Тампон И после Тампона Уже Тебе Назначают Антибиотик И ты Свободно Не можешь Купить В аптеке Антибиотик Где Где Это Так Правильно Ведут В Италии Это Везде Американский Врач У него Подход Да Пожалуйста Хочешь Я Те рецепты Уже Никто Не отмечал Нашу Систему Не отменял Вернее Знакомых Врачей Врачей Бицеф И все У нас Конечно Не берут Сразу Анализ Через Три Дня Чтобы Понять Бактерию Но Антибиотики Тоже Сразу Не Назначают Вот Как-то Всегда Борются Даже Не Три Порой Пять Дней Дают Потемпературить Как бы Ну Оклематься Самостоятельно И противовирусные Я вот смотрю У нас все меньше Врачи стали Назначать Именно Противовирусные То есть Вот Как Рима Сказала Симптоматически Есть Температура Там Высокая Сбиваем Горло Пшикаем Там От кашля Пьем А именно Вот Противовирусный Вот наш Педиатр Да Он Вообще Против Он Говорит Ну Они Иммунитет Убивают Я правда Не знаю Насколько Это Правда Но Вот В отношении Что Взрослых Что Детей Вот Он Как-то Не Рекомендует Вообще Использовать Какие-то Противовирусные При простудах Правильно Потому что Надо при тяжелых Случа Слушай Давайте Еще Барышня Написала Вопрос Как Определить У ребенка Была Внутриутробная Гипоксия В возрасте Двух лет Значит Смотрите Когда Ваш Малыш Родился Есть Такая Система Оценки Ребенка Она Международная Мировая По Абгар Именно Эта Система Оценки Дает нам Возможность Вот Вы уже Забыли Как у вас Протекали Роды Ну Понятно Что Это Не забыть Ну Вдруг Да Там У вас 15 Роды И 13 Вы забыли Как у вас Протекали И И для того Чтобы Мне Например Когда Я беру Вашего Ребенка Даже В возрасте 15 лет Понять Как же У вас Прошли Эти Роды Есть Такая Система Оценки Называется Папгар Оцениваются Все Жизненно Важные Системы Они Оцениваются Сразу После Рождения И через 5 минут После Того Как Ребенок Родился Если Оценка Папгар Ребенка Составляет 8-9 Баллов Это Отлично Никаких Проявлений Не было Два Года Искать Послеродовую Гипоксию Уже Смысла Нет Она Должна Была В течение Первых 6-7 Месяцев Компенсироваться Или Вылиться Во что-то Более Серьезное Если Что-то Беспокоит Напишите Обсудим Какие Проявления У ребенка Вас Беспокоят Или Вы Решили Ретроградно Обследовать И выяснить Что было С девочкой Или Не Девочка В общем Ничего Обследовать В два Года Ребенка Послеродовую Гипоксию Смысла Нет Все Что мы Делаем Это Нейросонографию Мы с вами Обсуждали Ее делают В первый Месяц Если надо То ее делают В роддоме Сразу При рождении А потом Ее делают В первые Несколько Месяцев Для Проведения Динамики Пока родничок Не зарос Тогда мы Видим Эти проявления Если вам Этого Не делали Откуда Вообще Возник Этот вопрос Гипоксии Это нет А вот Последствия Гипоксии Могут быть И здесь Мы смотрим Клинику Если у ребенка Там Что да Что беспокоит Сейчас Да Вообще Возник этот вопрос Причем Здесь Гипоксия Гипоксия Следствия Каких-то Нарушений Во время Родов Или Сразу После Родов Или В последние Дни Недели Беременности И они Сама По себе Гипоксия Это Вот Ну скажем Род Ну заткнули Себе Вот у вас Гипоксия Вопрос В том Насколько Она Во что Она Выливается Клинически То есть Какие Повреждения Какие Последствия Гипоксия Принесла Об этом Идет речь Ну еще Надо посмотреть Что там на самом деле Стоит Может там Энцефалопатию Поставили А не гипоксию Не надо Мало На близкий Клиническое Проявление Доктор Может Скрутить Сказать Что вот Это вот Скажем Следствие Гипоксии Допустим Детский Церебральный Паралич Следствие Тяжелой Гипоксии Которая Там Была У ребенка Вследствие Там Вития Пуповины Предположим И так далее Но Речь Всегда Отталкиваемся От клиники Нет смысла Говорить О чем Просто так Поэтому я делаю Что мы сейчас Начинаем выдавливать Вопрос Совсем Непонятно Зачем Так Ладно Значит Тогда В следующий раз У нас антибиотики Тема горячая Эмоциональная Каждому Есть Что Сказать Давайте Уже Заканчивается Девочки Мальчики Всем Хорошего Дня Вам Тоже Хорошего Дня Спасибо Большое Спасибо С Днем Матери Спасибо С Днем Матери Отцы Соединяются Всем По Матери Были Здоровые Довольные И счастливые Спасибо Всем Хорошего Дня Спасибо Всем Здоровья Спасибо До свидания